С 1908 года, в 1890 году, между 61 и 63 годом. Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Таня Климова. Вы слушаете русский подкаст, где мы изучаем русский язык только на русском языке. И сегодня наша тема – это даты с падежами. Поехали! Прежде чем поговорить о датах, дорогие друзья, я вас приглашаю в свой клуб «Дача». Это место, где вы получаете видео и подкасты каждые 5 дней только на русском языке с полной транскрипцией. Также я делаю онлайн-встречи, и вы получаете специальную цену на онлайн-курсы. Итак, наша тема сегодня – это даты с падежами. Когда у нас есть какой-то год, например, сейчас у нас 2023 год, или другой пример – 1969 год, или 351 год. Это всё даты. Но когда нам нужен какой-то падеж, например, после «в», «в» 2023, какую форму нужно использовать в 2023 году? Сегодня я вам дам много-много фраз, много примеров с датами, с падежами. Мы посмотрим две мини-биографии. Биография – это история жизни человека. Мы будем говорить о жизни двух людей, реальных людей, очень-очень кратко. И мы будем использовать даты в этих мини-биографиях. Поехали! Первый человек, первый исторический персонаж, о котором я хочу вам рассказать – это Агата Кристи. Да, Агата Кристи – автор, известный автор детективов. Она англичанка, родилась в Англии и написала много-много известных детективов с такими персонажами, как Эркюль Пуаро, миссис Марпл. Это всё персонажи Агаты Кристи. И давайте попрактикуем даты на примере её мини-биографии. Агата Кристи родилась в городе Торки в Дэвоне на юго-западе Англии в 1890 году. Кстати, я была в этом месте, очень приятное место, на английской ривьере Торки. Она родилась в 1890 году. Какой мы видим принцип? Когда у нас дата стоит в падеже, здесь это предложный падеж, после В мы меняем, мы трансформируем только последнее слово. В 1800, мы не меняем, в 1890 году. После В последнее слово будет ОМ. В 1890 году. Если это ТРИ, это будет в 1893 году. Если это один, в 1891 году. Первом, втором, третьем, четвёртом, пятом, шестом и так далее. Например, я родилась в 1986 году. А вы в каком году вы родились? Когда мы говорим о периоде, мы используем предлоги С и По или С и До. После С у нас будет здесь родительный падеж. С 1890 года, например. С 1890 года. На конце будет ОВА или ЕВА. С первого, со второго, с третьего, с четвёртого и 90-90. С 1895 года. И второй элемент будет По. По 1899 год, например. После По будет Винительный. С 1895 года по 1899 год семья Агаты Кристи жила во Франции. Я точно не знаю, с какого по какой год они жили во Франции. Но это было где-то пять лет, потому что у них не было много денег в этот момент. И они сдавали дом в Англии. То есть другие люди жили в их доме в Англии. И семья Агаты Кристи недорого жила во Франции. С 1895 года по 1899 год они жили во Франции. Другой вариант мы можем сказать До. С и До. С 1895 года до 1899 года. Это второй вариант. Ещё один пример в этой мини-биографии. С 1908 года Агата пишет рассказы. Ей 18 лет. Да, она начала писать первые рассказы в 18 лет. С 1908 года. Я живу во Франции с 2005 года. Опять ава, ава, пятого. Вы видите, что мы не меняем первые два элемента с 2005 года. Ещё один пример периода в биографии Агаты Кристи. Во время войны, во время Первой мировой войны, она работала в аптеке. Она работала фармацевтом, медсестрой и фармацевтом. Это человек, который хорошо знает разные медикаменты. С 1914 по 1918 год Агата Кристи работала медсестрой. С 1914 по, это второй элемент периода, 1918 АВА И. Как ещё мы можем сказать о периоде времени? Мы можем использовать между плюс творительный падеж. Между каким и каким годом? Между 1914 годом и 1918 годом. Она работала фармацевтом. В первый раз Агата Кристи вышла замуж в 1914 году за Арчибальда Кристи. И они были женаты до 1928 года. Опять будет ова-ова. Они были женаты с 1914 до 1928 года. Первый роман Агата Кристи написала в... Что у нас будет после в? Будет ом. В 1920 году. 20 будет двадцатом. В двадцатом, в тридцатом, в сороковом, в пятидесятом, в шестидесятом, в семидесятом, в восьмидесятом, в девяностом году. Первый роман Агата Кристи написала в 1920 году. Это был детектив с Эркюлем Пуаро, который называется Происшествие в Стайлз. Это самый её первый роман. Когда мы говорим не о конкретной дате, а о периоде, например, 1931 год, 1932 год, 35, 37. Весь этот период – это тридцатые годы. Это тридцатые годы. И когда мы хотим сказать «в», мы говорим «в тридцатых годах». В 1930 году Агата Кристи выходит замуж во второй раз. Её муж – это молодой археолог. Значит, мы можем сказать «в тридцатых годах». Они познакомились в Ираке. Агата Кристи много путешествовала по Востоку, по Египту, по Ираку. Они там познакомились. И потом в тридцатых годах много вместе путешествовали. В тридцатых годах. Когда мы говорим о периоде, мы можем сказать, например, я выросла в России, я выросла в девяностых годах. Или в девяностые годы. Я выросла в девяностые годы. Кстати, в России этот период называют «лихие». Лихие девяностые. Лихие – значит сумасшедшие. Было много всего нелегального, плохого. Лихие девяностые. Агата Кристи написала много-много детективов. Но она также писала пьесы, театральные пьесы. Самая популярная театральная пьеса Агаты Кристи – это «Мышеловка». «Мышеловка». «Мышь» – это маленькое животное. И когда мы не хотим видеть эту мышь, мы ставим дома мышеловку. Мышь идёт в эту мышеловку, и мышеловка делает «бам!» И мышь там, в этой мышеловке. Агата Кристи написала мышеловку в 1952 году. Опять мы меняем только конец. В 1952 году. И это одна из самых-самых популярных пьес в мире. В 2012 году. В 2012 году. Эта пьеса была показана 25 тысяч раз. Я думаю, что только из-за эпидемии ковида её не показывали в Лондоне, но её показывают каждую неделю. Эту пьесу можно посмотреть в Лондоне с 1952 года. Умерла Агата Кристи в 1976 году. Мы можем сказать, её старость пришлась на 70-е годы. Старость – это когда мы не молодые. Пришлась, значит, была. Мы говорим так о периоде, о возрасте, о жизни. Её старость пришлась на 70-е годы. Это значит 71-й, 72-й, 70-е. Агата Кристи умерла в возрасте 86 лет. Ей было 86 лет. Дорогие друзья, я надеюсь, что это было полезно, что вы поняли, как мы используем даты. А теперь давайте послушаем вторую мини-биографию с примерами дат. Давайте поговорим о Юрии Гагарине. Юрий Гагарин – это советский космонавт и лётчик. То есть пилот – это первый человек в космосе. Да-да-да, дорогие друзья, самый первый человек в космосе. 12 апреля 1961 года он полетел в космос. Да. Давайте поговорим о Юрии Гагарине с примерами дат. Родился Юрий Гагарин в 1934 году. В 1934 году. Он родился в деревне в Смоленской области. И когда он пошёл в школу, деревня была оккупирована. Оккупирована армией Гитлера, нацистской армии. Оккупация деревни была с 1941-го по 1943-й год. Или ещё вариант. С 1941-го до 1943-го. С и до будет родительный падеж Ова-Ева. Оккупация деревни шла с 1941-го до 1943-го года. Между 1941-м годом и 1943-м годом деревня, где жил Юрий Гагарин, была оккупирована. Потом он учился. Он учился в школе. Он учился с 1943-го по 1945-й год. Он учился, и потом у него уже был интерес к технологии. И он хотел учиться в Москве. Поэтому он поступил в техническое училище. Поступать-поступить значит сдать экзамены, получить хорошие результаты. Училище – это как институт, обычно технический. В 1949-м году Юрий Гагарин поступил в училище в Москве. Ему было 15 лет в это время. То есть молодой человек едет один в 15 лет учиться в Москву из деревни. Я думаю, что здесь уже мы видим его характер. Решительный, то есть мотивированный молодой человек. С 1949-го года он учится в Москве. Юрий Гагарин получает диплом. Он специалист. И он работает в Саратове. В 1954-м году он пришёл в аэроклуб Саратова. В плюс Ом. В 1954-м году. Кстати, если вы слушаете этот подкаст, не читаете транскрипцию, то хорошая идея – слушать даты и писать их. И потом посмотреть, послушать ещё раз, посмотреть транскрипцию и проверить, чтобы правильно поняли все даты. Он пришёл в аэроклуб в 1954-м году. Он очень хорошо учился. Он был очень хорошим лётчиком. Лётчик – это пилот. Комсомольцем, лётчиком. Очень мотивированным человеком. И в 50-е годы – 50-е годы, значит, 52-й, 58-й, 59-й – в это время идёт конкуренция между США, Америкой и Советским Союзом, чтобы отправить человека в космос. В 50-е годы есть конкуренция между Советским Союзом и США. 50-е годы – это период конкуренции. Также мы можем сказать в 50-х годах. Два варианта. Советский Союз хочет отправить космонавтов, людей в космос, и они набирают отряд космонавтов. Набирать, набрать – значит брать, искать людей в какую-то группу. Отряд – это группа, организованная группа. И к 1959 году Советский Союз набрал, набрал 20 кандидатов. К плюс дательный – это значит, это наш лимит. Этот период, эта дата – это наш лимит. К 1959 году, не позже, не дальше, Советский Союз набрал 20 кандидатов. И среди них был Юрий Гагарин. В 1961 году Гагарин летит в космос на космическом корабле «Восток». И все знают его известные слова «Поехали». «Поехали» – значит, можем начать. Кстати, кто полетит в космос? Было решено лидеры страны, лидеры космического проекта. Это решили, сказали в самый последний момент. То есть это мог быть другой человек, не Юрий Гагарин. В 1961 году Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. Вау, здорово! Теперь давайте повторим, как мы говорим, периоды. Мы можем сказать «между». Между 1961 и 1963 годом Юрий Гагарин ездит за границу в другие страны и рассказывает о своём опыте, о своём полёте. Между 1961, между это «ым» и 1963 годом Юрий Гагарин ездит за границу. «Тридцать стран» Болгария, Болгария, Англия, Англия, Польша, Франция. И в этих странах он рассказывает о своём опыте, о своём полёте. Мы можем сказать «между» или мы можем сказать «с» и «по». С 61-го по 63-й год Юрий Гагарин ездит за границу. И если мы говорим об этом периоде, мы можем также сказать «в 60-х годах» или «в 60-е годы». В 60-х годах он много рассказывает о своём полёте. Кстати, я прочитала, что он так много путешествовал, так много встречался с разными людьми, что он набрал 10 килограммов. Набрал, значит, плюс 10 килограммов, потому что каждый раз его приглашали пить, есть. И что потом он хотел продолжать летать. Он был молодой человек ещё, молодой лётчик, молодой пилот. И он должен был худеть, то есть минус килограммы. К сожалению, Юрий Гагарин умер молодым. Он умер, когда ему было 34 года. Он погиб. Погибать. Погибнуть значит умереть трагически. Да, не натурально, не так, как нужно. Например, Агата Кристи умерла, ей было 86 лет. Сегодня 86, это тоже ещё молодые люди практически. Но 34, это совсем молодой. Он погиб в 1968 году в авиакатастрофе с другим лётчиком, с ещё одним пилотом. Юрий Гагарин погиб в 1968 году. Дорогие друзья, вот такие две мини-биографии. Много дат для вас. Я надеюсь, что вы поняли принцип. Послушайте, пожалуйста, ещё раз. И попробуйте написать свою мини-биографию или мини-биографию с датами человека, который вам больше всего интересен, как Агата Кристи или Юрий Гагарин. Желаю вам успехов в изучении русского языка. А я вас ещё раз приглашаю в свой клуб Дача, где вы можете прочитать транскрипцию этого подкаста. Также у меня на сайте покупайте PDF-книги, пакеты транскрипций для первых подкастов и упражнения на перевод. До скорого! Пока-пока!